так давайте как страшному парню найти девушку ну-ка плясаните в чат кто считает себя страшным кому не нравится его внешность и кто считает что он очень стрёмный некрасивый страшный и так далее нифига у вас плюсов вы чё все охренели чуваки если вы будете считать себя страшным перед тем как мы начнем смотреть этот видос я вам скажу если вы будете считать себя страшными вы никогда не найдете себе девушку вы никогда себя не полюбите или вам нужно что-то менять своей жизни чтобы начать нравиться в самому себе вот на так ты просто меня не видела муслим так я чё виновата что ли что я тебя не видела понимаете для каждого человека находится человек которому он нравится вот нельзя считать себя страшным нужно любить себя когда ты себя любишь для всех остальных ты тоже будешь красивым то есть именно тут надо в голове у себя немножечко усмирить вот это вот все считать себя красивым каждый красив по-своему не надо себя считать страшным ну давайте посмотрим как страшно у парня найти девушку некрасивые парни как вы нашли себе девушку британский акцент шеции творит чудеса такая же фигня только австралийский в сша мой индийский акцент ни в одной стране не работает она в порыве танца рухнула со сцены ночного клуба а я ее виталий ну ты дурачок бред говоришь поймал я выгляжу примерно на 6 она на 8 с половиной если бы я не спас ее от перелома шеи то мне бы точно ничего не светило ха-ха значит трюк с банановой кожурой все-таки работает да звучит как начало романтической комедии у меня есть один старый кореш со школы который является полной противоположностью всего того что девушка хочет от парня он жирдяй он не следит за гигиеной он хронический лентяй работает на бесперспективной работе фастфуде фанатеет от видеоигр и так далее но меня дико шокирует что за те семь лет что я его знаю у него было дофига девушек мне кажется его секрет заключается в том что он встречается с девушками которые находятся с ним примерно на одном уровне привлекательности я думаю это главный ключ к отношениям ему даже не приходилось делать ничего особенного чтобы заполучить их я пошел кузнецу нашей деревне и предложил ему 10 овец за руку его дочери он попросил добавить пару куриц я согласился вот так я ее и заполучил братан если ты получил только ее руку то это очень плохая сделка тебя развели по полной она сама позвала меня на свидание я вообще не понял как так произошло она сказала что ей нравится что я на своей волне мы были коллегами по работе мы много болтали и шутили и в итоге это при ой катя ой вот не надо это не надо во первых ты не страшная а во вторых мне нужен парень у тебя есть я привело к тому что я понял что могу завоевать ее своим чувством юмора так и случилось вскоре мы стали близкими друзьями а потом начали встречаться я проявлял к ней искреннюю любовь и не имел никаких скрытых мотивов я всегда старался вести себя достойно по отношению к ней и был для нее неким спасением от ее семьи которая постоянно всячески и и принижала когда я выпустился из универа мы переехали в другой город находив как-то сказать что я про себя а ты чё офигела я те вообще-то по факту сказала я тебе ничего плохого не сказала ясно в четырех часах от нас это был идеальный вариант так если что то мы могли бы доехать до родного города но для ее родителей это было слишком далеко так что они перестали докучать нас своими спонтанными визитами мы наконец-то зажили спокойно и без лишнего стресса который вызывал катя и что правда про меня задала этот вопрос про меня а ее семья но это привело к тому что я в этой спокойной жизни стал лишним потому что ей больше не надо было ни от кого спасать третий донат и ночи на тах я спать удачу ночи дим поисим большое спокойно чем третий донат за сегодня держу в курсе спасибо саться я перестал быть нужным стало понятно что я как личность есть совершенно не интересен в итоге она за моей спиной начала мутить другим женатым мужиком так 7 лет и прошли впустую с тех пор моя любовная жизнь пошла под откос мой рост 193 сантиметров ее рост 155 сантиметров иногда у меня возникает подозрение что есть снизу просто плохо меня видно такая же фигня только моя до кучи еще смеется над каждой моей шуткой теперь я подозреваю что она не один понял считаешь себя страшным ищи себе маленькую девушку которая не будет тебя видеть снизу завтра будешь пробовать сахар да 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 завтра на стриме приедет насти вечером мы будем с ней кушать еду которую прислал сахалин сахалина не только плохо видит меня но еще и плохо слышит наверное она просто ржет по инерции чтобы мне не было неловко я очень полный чувак но для меня сработало то что я замутил себе бороду которая идет моему лицу нашел шмотки которые мне нормально идут позаботился о том чтобы хорошо пахнуть и пришел к тому что девушки хотя но кстати если девушка будет выше по сути да если у вас рост наоборот небольшой а девушка будет выше еще и на каблуках то она наоборот будет вас плохо видеть а еще и визуально вы будете казаться худее стройнее потому что сверху вниз от не только чтобы их слушали но и чтобы с ними разговаривали я похож на хоббита но хорошо готовлю нашел себе голодную девчонку которая фанатеет от властелина колец у меня подруга будет знакомиться и другом у майка дашь ума и дача дача девочка которая любит меня невзирая ни на что мы постоянно обнимаемся весь секрет в том чтобы часто их выгуливать а еще берите их из приютов потому что им любовь нужна больше всех мне особенно больно это читать потому что я мало того что разошелся с девушкой с которой был три года так она еще и собаку нашу забрала я в вкладывал в нее свои бабки по блин вот это реально ужасно прикиньте вот люди встречаются долго и у них например есть совместные питомцы да там собака или кошка и потом человек забирает это животное себе мне кажется это гораздо тяжелее даже чем расставание с этим человеком это ужасно это вообще такую депрессию можно словить это кто донатик привет давай привет привет только тссссс а никому не скажу спасибо большое четвертый донат четвертый спасибо большое по 90 фунтов в час эй ночные бабочки не считаются почему это за баб так или иначе приходится платить лол в старшей школе я сделал себе сплит языка и пустил слух о том что девушкам это доставляет больше удовольствия так я познакомился со своей будущей женой в декабре нашим отношением будет 9 лет взял ее на свою яхту она не могла отказаться дальше сами понимаете что было я вел себя с ней очень уверенно но обходительно теперь она моя невеста и у нас прекрасная двухлетняя дочь если честно до сих пор не до конца врубаюсь почему она осталась лол она осталась из-за вашей двухлетней дочери и братан прошло уже как минимум два года и девять месяцев почему ты все еще не женился на ней к счастью это не так мы вместе уже шесть лет не думаю что она уйдет от меня в ближайшее время лол мне пришлось немного выйти из зоны комфорта но при этом я оставался с собой удивительно на что мы способны если не бояться той мысли что ты можешь не понравиться девушке у меня старшей школе вот вот тут золотые слова удивительно на что мы способны если не бояться той мысли что ты можешь не понравится девушке вот это прям истина был приятель также и наоборот работает который звал на свидание всех красоток подряд но он звал больше девчонок чем я и все мои знакомые вместе взятые как правило они отказывались пойти с ним на свидание но на всех школьных танцах у него всегда была пара в конце концов в один момент одна красотка все-таки согласилась на свидание и в итоге он на ней и женился на первой же девушке которая сказала ему да сейчас он очень успешный тип и у них счастливый брак уверен те девушки что ему отказывали теперь кусают локти до старый добрый аутистический способ подкатывания работает всегда про аутизм это я шучу но это реально так вон мой кореш с универа тоже бесстрашно подваливал ко всем девушкам подряд и у него всегда что-то да получалось хотя он явно выбирал девушек выше его уровня есть реально главное просто пробовать главное пробовать захотел подкатил не получилось так не получилось к новой подкатишь все если ты стремный то заставь ее смеяться худший совет на свете один раз я пощекотал свою коллегу после чего меня уволили и выписали мне штраф но зато она смеялась я не парень у меня есть подруга которая уже где мужик дрыщ и жируха мне кажется это знаешь ну во первых есть такие до фетиши у парней или у девушек а во вторых и по худые люди бывают вообще мне кажется вот часто на улице реально видишь худых парней и таких прям очень девушек в теле видимо таким худым парням им хочется как-то компенсировать свою худобу и им наоборот комфортнее когда девушка гораздо больше чем он сам возможно именно так это работает не знаю а то знаешь там кости об кости ну тоже не очень приятно а так типа два года находится в чудесных отношениях с челом который скажем так выглядит не очень эстетично более того среди всех моих подруг только у ее парня нет высшего образования это большая редкость в наших кругах раньше она мне говорила что никогда не будет мутить с парнем который не закончил универ вот как все произошло все знали что он был в нее дико влюблен но ей он всегда был совершенно до фонаря мы знали его через каких-то общих друзей примерно года два назад все изменилось когда у нее начались какие-то проблемы она нажралась а он оказался рядом и подставил свое плечо в конечном итоге она проснулась у него и с утра прислала мне смс со словами типа прикинь он сделал мне завтрак я точно выйду за него скажем так он произвел на нее очень сильное впечатление для тех кабу лень читать скружите бабе голову и она будет вашей если ты стремный и не можешь найти себе девушку то понись планку и от тебя не отлипнут это ж насколько низко ее нужно понизить примерно до марианской впадины ребята уверенность себе очень помогает только помните одно уверенность это не говорит себе я знаю что я ей понравлюсь уверенность это я знаю что я буду в порядке независимо от ее ответа какой-то чувак с реддита чуть-чуть пошутил там чуть-чуть пошутил сям добился того что она стала помогать не с математикой а дальше она сама как-то пошло подозреваю что на комент будет глубоко закопом но вот вам пара копеек со стороны 53-летнего мужика первое если вы в первую очередь цените в девушках внешность не думайте что все девушки делают то же самое все совершенно не так большинству девушек плевать на такие вещи второе на дистанции физическая привлекательность не имеет никакой роли подобные треды меня всегда смешат потому что последнее что вам нужно делать это следовать каким-то советам или действовать по плану других людей будьте такими какие вы есть делайте то что вы любите верьте в себя не давайте батя сделал предложение маме после двух недель знакомства офигеть у меня кстати тоже у меня тоже родители встречались по моему по-моему месяца четыре или пять месяцев и уже папа тогда маме признался в любви и буквально еще через пару месяцев он ее сразу уже это позвал предмету обожания как-то влиять на вас и главное больше социализируйтесь вот и все это максимум что вы можете сделать это непросто я понимаю нет вообще разницы привлекательный ты или нет мои друзья которые пользуются спросом у девушек добиваются их не благодаря своей внешности они просто остаются собой не пытаются никого впечатлить и не ведут себя с девушками как-то по-другому я всегда считал себя очень некрасивым в этом году я пошел зал начал тягать веса и активно заниматься спортом уже через несколько недель как я начал я заметил что мой язык тела стал меняться я сам того не замечая стал ходить так будто красую своими мышцами в итоге за последние полгода ко мне сами подошли три девушки и предложили куда-нибудь сходить по определенным причинам мне пришлось отказать пока а ну-ка пацаны все в зальчик все спортом заниматься все качаться общался с ними выяснилось что у меня есть и другие бонусы например чувство юмора и правильный подход к женщинам я даже больше скажу оказалось что они находят меня привлекательным так что мой совет такой же как и у остальных надо быть увереннее в себе наша конечная цель быть счастливыми так что делайте то что может приблизить вас к этой цели рано или поздно все получится в четыре года проявлял искренний интерес к ней и ее жизни пробовал мне это не сильно помогло жиза я нашел ее когда перестал думать о том как бы найти девушку и сфокусировался на улучшении своей жизни и психического здоровья теперь они бегают за мной фаза 1 подружись с очень горячей тёлкой фаза 2 несколько лет не делай никаких романтических движений фаза 3 помогай ей эмоционально и финансово пока в ее жизни появляются и пропадают разные козлы фаза 4 в один прекрасный день признайся и в своих чувствах а дальше сиди и смотри как она осознает что тоже любит тебя и признается что в тайне тоже ждала этого дня я сейчас на третьей фазе четвертая должна произойти со дня на день да ну нафиг вот это может спокойно не сработать не надо так долго ждать ребят кто первое ему скажет приступить к четвертой фазе это как пойти на босса 50 уровня с оружием первого уровня чувак этому не бывать пошел в армию сбросил лишний вес накачался не вел себя с ней как козел мне она давно уже нравилась но было очень похоже что она не воспринимает меня как потенциального парня я смотрите катюшин идеал высокий смешной старше меня симпатичный выгляжу как плохая копия копия куклы мэтта дэймона в отряде америка мы часто гуляли с ней как друзья и в один момент я решился признаться что я привязываюсь к ней все больше и больше она удивилась и ответила что никогда не представляла нас качестве пары меня это так расстроило что я потом еще несколько дней сидел дома и заливал слезы вискарем но в итоге я свыкся с мыслью что буду просто продолжать с ней дружить и пригласил ее погулять в парк дабы насладиться редким солнечным деньком но во время прогулки начался адский ливень и я предложил ей пойти в музей естественной истории мы разглядывали скелеты динозавров трицератопсов плезиозавров аллозавров и так далее я знал их всех и рассказывал ей о том как я фанател этими созданиями в детстве слова за словом и разговорились о морских животных жизни вселенной и она поняла что действительно не против сходить со мной на настоящее свидание через пару свидания наконец набрался храбрости ее поцеловать но поворотным моментом был не поцелуй а именно свидание в музее в тот день она подумала а ведь он довольно милый в следующем году у нас свадьба для тех кому лень читать я женюсь благодаря динозаврам если ты некрасив то это всегда можно компенсировать мышцами и пугающей внешностью для баб это одно и то же когда я подошел к ней я решил на секунду забыть что я чертовски стрёмный как ни странно это сработало если ты можешь заставить девушку смеяться кстати вообще реально вот спортивные парни как только они начинают ходить зал у меня был знакомый он максимально не красивый типа просто обычный парень вот просто максимально обычный причем он там тогда наркоманил немножко и потом он резко пошел в зал и и прям ну то есть для меня да он вообще не изменился практически но я помню что тогда к нему тёлки клеится так начали просто жесть просто нереально и сейчас у него очень красивая девушка прям очень реально так что иногда спорт может очень сильно сказаться на вашей личной жизни отца то можешь сделать с ней что угодно большое спасибо за просмотр в комментариях под видео некрасивые парни напишите как вы нашли себе девушку и не за прикольно прикольно и и и и и и